Ни в коем разе. Мы либо окаменеваем, черствеем, знаете ли, портимся и в проклятии, либо таем от его любви и благословения находимся. И как вот на Египет он приходил и внимание свое, свое светлое лицо обращал очень пристально, и кто-то ожесточался, и в поражении было кто-то, наоборот, таял от его любви и благословения. Чарльз Перджин, кстати, протестантский такой загоустный, 19 века проповедник, он говорил, что люди похожи на глину и на воск. Где-то в полумраке и то и другое может быть одинаковым на ощупь и по составу схожими, но когда выносишь это на солнечный жар, на жар сам, то глина в камень превращается, а воск он плавится. И вот, чтобы придя, он не поразил земли проклятием, тебя как землю, а чтобы было благословение ты, очень важно предизбрание, очень важно решение пред всего. Не ожесточай свое сердце, быть размягченным к нему по отношению, любить его одним словом и ближним. Тогда будет все хорошо, его пришествие тогда будет благословением для тебя. А если не любишь Бога и не любишь окружающих, то его благословение будет для тебя просто проклятием. Но пусть в нашем собрании сегодняшнем, для всех присущих здесь, будет благословением его светлое лицо, на нашу судьбу обращенное. И благословляю вас этими словами, благословение Аронова, благословение священников, и на еврейском языке благословляю вас, и на русском языке. Еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Мессия. Так можно перефразировать еще советского классика. Но не только поэтому еще. Дамы и господа, просто слова этого благословения, они, многие слова этого благословения на современном русском языке имеют до 70 значений. То есть слова этого благословения, они касаются всего человека, дух и душа и тело, да будут сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем, друзья. И пусть в эту ночь Второй Пасхи, Песахшини, пусть Бог благословит сегодня всех нас, благословит своим отцовским благословением. Дамы и господа, Иисус храмч Stamp Macimbe Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как и мы прощаем должникам нашим Не веди нас в искушение Избавь нас от лукавого Ибо Твое есть Царство И сила и слава Во веки Аминь Боже, смогущий не распусти нас миром Благостави народ свой Своим шаломом Пусть в наших домах будет Твой мир Боже И пусть Таинство Твое Совершается в нас верующих Христос в нас Упование славы Дух Святой в нас Как в храме своем Боже, живи и царствуй Благоставен Ты, Царь Вселенной От века до века Аминь 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 Аллилуйя Ну что, есть еще город в Пороховницах? Или уже по шатрам в Израиле Можем еще минут 5-10 Позадавать вопросы Брату Сергею Вот Если есть у вас вопросы Можете позадавать вопросы Он с удовольствием сказал, что ответит Да, пожалуйста Брат Виктор У меня такой вопрос Как вы сегодня сотрудничаете с Русской Православной Церковью? Есть ли там батюшки, с которыми вы находите общий язык? И способны ли вы вместе с ними что-то делать? Дело в том, что в 96-м я вышел из РПЦ И с того времени официально вообще никакого нет Никакого Неофициально общаемся Со священниками Реже с епископами Но официального общения и работы У нас не может быть пока, к сожалению Планясь с таким причинам Одна из них То, что Есть такая ересь, в которой я воспитывался И от которой я отрекся 21 год тому назад Первое из этих ересь Это то, что признавать только лишь себя Истинной Церковью и всех остальных ложными Я в этом от этого отрекся Я же от этого сектанства отрекся Но, к сожалению, мои братья по-прежнему считают Ну и по крайней мере официально Что-то говоришь Они являются Церковью Христовой А все остальное Не является таковой Христианство Это очень странное учение такое Но оно в принципе В разных конфессиях бывает Просто в русской православной церкви Это очень болезненно, ярко выражено На сегодняшний день Вот С отдельными священниками Мы дружим С некоторыми из тех С кем и раньше я общался За эти 20 лет Некоторые враги стали друзьями Вот Единомышленниками Слава Богу Юридического Открытого официального общения Пока у нас нет И Я молюсь, конечно Со своей стороны Я стараюсь Ну, как бы Если возможно Насколько возможно Быть в мире со всеми Вот Но Как только говоря В мире Они готовятся к войне Тут Вот Парадоксально Еще один вопрос Феномен Кузи Который себя назвал Богом Что это за феномен? Я не знаю, честно говоря Не знаю В Москве Который собирал деньги И Самовольно себя проводил Я не знаю Честно говоря Я слышал Что-то говорили Кузи Но Что такое Не вникает Не вникает Ну Людей больных Больных много разных В смысле Больных Не в обидном Слове А в таком Как бы Ну Потому что Человек Назвать себя Богом Здоровый человек Не может Я думаю Это вопрос Больше психиатрии Чем полиция Я думаю Это мое мнение Потому что Я не знаю Как тот Кузя Но есть Допустим В Сибири Я бывал В Сибири И там Один товарищ Бывший художник Тоже себя назвал Христом Богом Христом Вот Я разговаривал С людьми Которые его знали Как бы лично Теперь они христиане Уже Евангельские Верующие Они говорят Ну Этот человек Просто болен Реально Он Духовно Душевно Болен Хотя он умный Человек Понимаете Это прямо Противоположно Тому О чем я сейчас Говорил выше Прямо Противоположно Потому что Когда Христос Потеряется в нас Мы боги В том смысле Что Бог в нас живет К нам обращено Слово Божье Но Делать себя Богом Именно в таком Смысле слова Как Абсурдно На мой взгляд Но если Православие Священники Как Александр Борисов Как Александр Мыгил Которые близки От информации Которые близки К священному писанию Не на словах А по жизни Есть ли такие И Как Александр Борисов Сейчас себя чувствует Делал Сейчас Пожелцев Субтитры Мимо Которые изъяли Православные Вообще Из всего Из печати Из всего Из магазина Это долгая история И не все Могу Публично Открыть Просто Но Дело в том Что всегда Я убежден Что Не только В православной Церкви Но и В любой конфессии Есть всегда Люди Которые Открыты для Бога И жаждут Бога А Дух дышит Где хочет Независимо от нашей конфессии Деноминации В эти дни кстати Мы отмечали 94-летие Вот нашего братства Потому что В 1923 году 9 мая Ну 29 апреля По 9 мая Проходила В храме Христа Спасителя В Москве Вот эта конференция Это был Второй собор Всероссийский Православный собор Первый был В 17-18 годах А второй В 23-м году И 9 мая 23-го года Председателем Этого собора Архиепископом Тогда Антонином Горновским Было развито Днем Победы Православной Реформации Православного Обновлического Движения Возникновение Зачиналось оно здесь Копьяно, Петербург Петроград А родилось Официально в Москве В храме Христа Спасителя Здесь Исаакиевский собор Был символом Реформации На севере-западе Там в Москве В столице Это храм Христа Спасителя Который потом взорвали Сегодня его снова Восстановили В наши дни Это храм Как бы памятник Реформации Потому что и символы Реформации Православной Церкви Вот Но Александр Мень Я не во всем Разделяю его мнение Но Как бы Последние годы Его жизни Стали просто Потрясающими Такими Знаете Как бы Христос Личностью Годами Слава Богу Коротко Александр Борисов Что-нибудь так скажет Где он сейчас Что он Он в традиционной Православной Церкви Я не могу о нем Говорить сейчас Ничего К сожалению Я могу сказать о том Кто уже умер Потому что Я связан Некоторыми Обязательствами Вот Но Мне очень жалко Я Не одобряю Их решения Но Уважаю Уважаю Потому что Как по-моему Так надо было выйти Из этой системы Потому что Знаете Мучиться Каждый день В своей душе Праведной Мучиться Виде и слышать Дела беззаконные Это мало толку Честно говоря Я вижу Мало очень пользы Значит Больше буду пользовать На мой взгляд Таким умным Просвещенным людям Именно выйти Из систем Которые мне дают Ходу И проповедовать Слово Божье Но Борисов Он сказал То что он Публично сказал При людях При свидетелях Это то что Я хочу умереть Своей смертью Потому что Ему пригрозили Это на горку Религиозные лидеры Очень злые Очень жестокие Религия очень жестока Поэтому Как бы Знаете Когда при деньгах При власти Это Коррумпированная система Очень опасная Вот И поэтому Скажу что Невозможный человек Возможный Бог Реформация По-человечески Невозможна И пять столетий назад Когда Начиналась эпоха Великой Реформации Я благодарю Бога Что Лютер Он не Ограничился Только лишь Разговорами На кухне С друзьями А он Прибил тезисы Кверям собора Эти тезисы Разошлись По всей Германии И Европе И старушка Европа Пережила Великое обновление И мировое христианство Со скрипом Со скрежетом Но все-таки Начало реформироваться И началась эпоха Продолжающиеся Уже пять столетий Великая реформация Была эпоха Великой деформации Началась эпоха Великой реформации Была эпоха Деградации Христианства Началась эпоха Восстановления Реформация Неверующие люди Обычно реформации Особенно политики наши Именуют Нечто новое Населенное Неслыханное И новое Но по тексту Именно реформации Означало Возвращение К основанию К фундаменту К началу Один из тезисов Отца Отцов Еще древних отцов Киплян Карфагенский Архиепископ Африканский Еще третьего столетия Через 200 лет После Иисуса Одним словом Середина Третьего столетия Тогда еще Наши братьев Еще кальвам Бросали В Колизей А вот в Африке Очень было Серьезное Духовное Пробуждение Большое Многотысячные Церкви И в общем-то Множество Людей Обращенных К Христу И вот Один из тезисов Этого Африканского Архиепископа Лидера Северной Африки Архиепископа Карфагенского Киприана Звучал так Экклезия Это знаменитый его девиз Церковь Непрестанно Реформируется А если не реформанда То деформанда То есть Либо реформация Либо деформация Для церкви Христовой Либо путь обновления Реформация Либо деградация Уничтожение К сожалению Историческое христианство После Константиновой эпохи Избрало путь Деформанда Но слава Богу Что 5 столетей назад Началась снова Эпоха Реформанда Реформация Восстановление церкви Покаяние Еврейское слово Чува Очень хорошо объясняет Слово реформация Чува Возвращение Покаяние Исправление Еще, может, какие вопросы есть? Спасибо Не стесняйтесь Батюшки, у вас не часто Я так понимаю Реформация может быть здесь На востоке Но на западе Где Европа Где церкви закрываются Там реформация 100% Не, ну меньше, что смотрели телевизор Там, я бываю в Европе Там ситуация немного другая Чем нам показывают по телевизору Вообще реформация Начинается с меня С каждого из нас Архипископ Антонин Грановский Сказал так 100 лет назад 100 лет назад Здесь, в Петрограде Он был архипископом Нарвским Тогда Он, значит, сказал так Что прежде самого себя Реформируют надо Вот его знание Это высказывание Тогда, значит Знаете ли Да, уже больше 100 лет назад Что Да, Грановский Кстати Да Значит И вот интересная вещь На самом деле Реформация Это не Геополитика Это не позиция Может быть хоть в Африке Хоть в Латинской Америке Хоть в Австралии Где угодно Реформация не зависит От твоего местоположения Это зависит от твоего Ума От твоей души Твоего сердца Знаете ли От Ну Наш отец Вот Авраам Авраам Амину Он был В пустыне вообще Самое Такое Как сказать Ну Как Глухое Место На планете Будем так говорить Вообще ничего нет фактически Однако же И там Он пережил И переживал Бога И откровения Вот А можно жить В богатом городе И как у Христа За пазухой Знаете ли Иметь все Как бы Карта на руках Как говорится Но не иметь Этого Можно быть В церкви В огромнейшем собрании С самой идеальной доктриной Вот Но быть Как с гуся вода Знаете ли А можно быть Как вот В той притче Трое нас Трое вас Помину нас На острове Знаете ли Малообитаемым Но как бы Иметь Бога Поэтому Не зависит от нашего Положения Наши нации Культуры Государства Страны И там Прочее Зависит от того Что внутри нас Совершается Еще вопросы Может быть Есть Так что Летом Увидимся Молитесь Пусть Бог Благословит Спасибо вас Спасибо большое Интересно послушать Такие Интерпретации О возрождении О духовности Я впервые слышу Товарищи огурцы А у нас Одна сестра Принесла Баночку огурцов Порезали И раздавали И люди Кушали И плакали Некоторые До них дошло Так что Наглядное Проколение Хорошо нам здесь Друзья Но время Так быстро летит Мы еще Давайте Один раз Помолимся За нужды За все Вот Пастор Вениамин Есть Приглашу его Сегодня еще Пару слов Слава Богу Служение Действительно Пастор говорил Что действительно Молитва Это неотъемлемая Часть христианина Если мы не молимся То Не называйте себя Лучше христианами Не надо называть Мы сами себя обманываем Потому что Много молитвы Много силы Мало молитвы Мало силы Еще Мюллер сказал Давно-давно Это был молитвенник Очень серьезный И действительно Весь наш успех Он начинается С преклонения Перед Господом Иисуса Президент И вот еще Задал три вопроса Потому что Он говорит В чем секрет Твоей церкви Самая большая церковь В мире Он говорит Никакого секрета нет Как нет У тебя под миллион Церкви Было 800 Сейчас уже тысяч В чем секрет Он улыбнулся Показал вот так Вот весь секрет Вот он секрет На коленях Перед Богом Поэтому давайте Мы сейчас встали Будем молиться И чтобы Господь Благословлял нас У кого есть Какие-то нужные Вопросы Просьбы Проблемы Болезни Давайте мы сейчас Скажем Господу И будем Будем предстоять Перед Ним Потому что Он всемогущий Если Он обещал То Он исполняет Аминь Он сказал Слово Мое Оно живо И действенно Поэтому оно проникает До глубины Сердца Оно живое Понимаете Вот это Главное понять Слово его Подожди Вы идете не туда Разберемся Разберемся Сына Уже будет поздно Разбираться Нужно верить Живого Иисуса Пожалуйста У кого есть Какие просьбы Нужны Тяпь Пожалуйста Давайте будем говорить И будем молиться И мы сегодня Молиться На услужение Пожалуйста За исцеление Супруги Помолимся Тебя исцелили Иди сюда Чтобы Бог исцелил Иди сюда Мы не молимся Сюда Вот здесь Пастор Петр Сюда Хорошо Мы будем сейчас Молиться за супругу Нашего брата За сестру Чтобы Господь И самогул За детей За детей Хорошо За детей Потому что Много очень Детей Есть неверующих Но главное Не останавливайтесь В молитве Продолжайте молиться За детей Всех Которые За неверующих Хорошо За детей Не только за моих За верующих родителей В первую очередь За своих А потом уже за других Все равно За родителей Хорошо За родителей Что? Молиться Еще за что? За Россию без сирот За Россию без сирот Это такая программа Очень серьезная Действительно У нас уже Большие Есть Хорошие Данные Что Действительно Господь Он помогает Благословляет И восстанавливает То, что Дьявол разрушил Поэтому Пусть Господь Благословит Еще больше Даст Что предложил Сердце И что Действительно Наша Россия Устала Христианской Христианской Чтобы Ревормация Коснулась Наши сердца Не проведение Никого Всех людей Чтобы народ Коснулся Чтобы люди Поняли Что без христа Нет ничего Хорошего Хорошо Давайте Там помочь За молодежь Чтобы молодежь У нас активизировалась Чтобы молодежь была Чтобы школьники Учились Продолжение следует